Ровесник С днем рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, я думаю, что не лишний будет поговорить об этом великом, всемирно известном поэте – Северная Эфиопия. Ее называл своей родиной прадед Александра Сергеевича Пушкина – Ибрагим Ганнибал. Маленького Пушкина Маленький Пушкин Маленький Пушкин был с африканскими чертами физиономии, с какими был уже и будучи взрослым. Но волосы его в малолетстве были завиты африканской природой. Говорят, что теперь весь черный континент чтит великого классика. В государстве Бенин есть свой профессор-пушкинист. И как семь греческих городов спорили, кто из них является родиной Гомера, так одна за другой страны Африки предавляют свои права быть прародиной великого поэта. Есть версия – Чад или Судан. Другая версия – это стыграниц Чада, Камеруна и Нигерии. Здесь Пушкина называют великим африканским поэтом. По отцовской линии Пушкин происходил от древнего славянского рода. Один из его предков, боярин Пушкин, действует в Борисе Годунове. Пятеро Пушкиных подписались под призывом Романова на престол. И Пушкин говорил, что цари этой династии должны более благосклонно относиться к нему. Родители Пушкина находились в родственном браке. Отец доводился маме троюродным дядей. Отец Пушкина, Сергей Львович, был человеком способным, но легкомысленным, хотя и бывал болезненно скупым. В немецкой слободе, где жили Пушкины, он часто бегал по колокольне Ивана Великого, постигая премудрости жизни. На восьмом году жизни Пушкин, уже умея писать и читать, сочинял стишки, эпиграммы на своих учителей. Хотя воспитание его мало в себе заключало русского. Он слышал один французский язык. Гувернер его был француз. Библиотека их также состояла из французских книг, которые он втайне от отца поглощал одну за другой. 12-летнего Александра, получившего такое домашнее образование, его дядя, известный в то время поэт Василий Львович Пушкин, везет поступать в новое учебное заведение – Царско-сельский лицей. Считается, что Пушкин, окончив этот лицей в 18 лет, получил по нынешним временам высшее образование. Здесь главными были лицейский дух, лицейское братство. Три лучших друга Пушкина с лицейской скамьи остались лучшими друзьями на всю жизнь. Иван Пущин и два сына обрастевших немца – Вильгельм Кюхельбекер и барон Антон Гербих. Учился Пушкин посредственно, особенно по логике и математике. Не понимал, например, что такое деление. В нем отмечают поэтическую пылкость и отсутствие прилежания. Может, Пушкин знал русский устный, но в письме делал ошибки. Для большинства язык своей страны был второй, а первый – французский. Пушкин повзрослел во всех отношениях поразительно рано. И преодолевая пропасть между поколениями, он с участником Отечественной войны будет сходиться на равных. Уже первыми публикациями он делает себе имя. Дальше церско-сельских садов лицеистов не выпускают. Родные навещают их по строго определенным дням. И к нему, школяру Пушкину, заезжают знакомиться лучшие литераторы. Пушкин сразу и на всю жизнь подружился с Жуковским, предыдущей поэтической знаменитостью. Хотя тот был старший на 16 лет. Но главное событие – на зимнем приводном экзамене в 1915 году на экзамен должен приехать Державин. Он был очень стар, и Пушкин, вспоминая о нем, сказал, что на экзамене поэт устал. Когда Пушкин дошел до того момента, в котором упоминал стихи Державина, сердце его забилось упоительным восторгом. От волнения Пушкин не помнил, как закончил свое чтение и как потом убежал. Державин был в восхищении. Он требовал Пушкина, хотел его обнять. Долго искали Пушкина, но не нашли. С тех пор считается, что в этот день Державин благословил Пушкина в поэты. Конечно, поддержал эту легенду и Пушкин в своем стихотворении. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Картина Репина «Заказ к столетию лицея» в 1911 году. Лицеисты и преподаватели стоя позировали художнику, являя собой историческую сцену. Пушкин, бегая по какому-то коридору, наткнулся на какую-то женщину, которая приставала с неосмотрительными речами и даже сообщала злые языки с необдуманными прикосновениями. Она была немолода, некрасива и настолько знатна, что слух об этом маленьком происшествии дошел до ушей самого государя. Узнав об этой шалости, государ прогневался и заметил, что лицеисты чересчур много себе позволяют и что надо скорее их выпустить. По успеваемости, после окончания лицея, самый знаменитый ученик лицея из 29 учащихся был лишь 24-й. После лицея он был отправлен в Министерство иностранных дел, где просто только числился. Пушкин очень любил пощеголять и помодничать. К примеру, он отрастил очень длинные ногти и поддерживал их всю жизнь. Они очень хорошо видны на гораздо позднем портрете работы Кипренского. Для того, чтобы один из самых длинных ногтей не ломался, Пушкин на него надевал некий золотой футляр в виде напёртка. Бакин-бар тогда еще не было. Пушкин отрастит их в Михайловской ссылке. Но без Бакин-бар мы его попросту не узнаем. Главным развлечением в жизни Пушкина был театр. Он был всем, что теперь называют шоу. Пушкин тогда еще жил с родителями. Отец был до ужаса скупым. Пушкин упрашивал его, чтобы ему купили бывшие тогда в моде бальные башмаки с пряжками. Но отец предлагал ему свои старые. Субтитры сделал DimaTorzok Вырвавшись из лицея, он читает 8 томов истории русского автора Крамзина. И в это время пишет поэму Русланы Людмилы. Проснись! Ты слышишь, голова! Поэт переезжает жить к своим друзьям и там пишет оду, которая обличает царя в отцеубийстве. За это его отправляют в южную ссылку на Северный Кавказ. Во время его южной ссылки в Питере выходят его литературные труды. Поэт стал первым, кто жил литературным заработком. А до него на гонорары и нельзя было жить. За Руслана и Людмилу Пушкин получает 1500 рублей. Великий русский поэт по воле судьбы оказывается в нашей республике, в городе Кишинев, где продолжается его южная ссылка. В каждой кофейне Кишинева был бильярдный стол. Это стало единственным развлечением Пушкина. Пушкина генерал Инзов, у которого Пушкин находился в подчинении, относился к шалостям поэта снисходительно. Благодаря этому был закончен кавказский пленник, написанный Гавриляда, Махчисарайский фонтан, Братья-разбойники, Вещий Олег и Начат Евгений Онегин. О кишиневских дуэлях Пушкина в самом известном произведении «Выстрел». И все же дуэли погубили Пушкина. На одной из дуэлей с Дантесом в Петербурге на Черной речке Пушкин был смертельно ранен. После чего и скончался. К сожалению, пренебрежение своей жизнью, быть может, лишило нас еще многих-многих интересных, талантливых произведений. Однако наследие Пушкина велико. И он по праву считается одним из величайших поэтов мировой классики. Мои дорогие ровесники, я думаю, для вас моя передача была не только интересной, но и, конечно же, познавательной. Вы узнали много интересных мелочей из жизни поэта, о которых, возможно, не узнали бы на уроках русской литературы. Далее в эфирной работе нашего канала смотрите художественный фильм «Пушкин. Последняя дуэль». Оставайтесь на нашем канале. Фильм восхитительный и поможет вам окунуться в действительность пушкинских времен. А я говорю вам до свидания. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok